Друзья, приветствую вас на своем канале, с вами Александр Никулин. Сегодня речь пойдет не о резьбе, а о моем инструменте для резьбы по дереву, которые как ни крути, а время от времени его приходится перетачивать и править. И вот это время пришло, заодно решил отснять на камеру и показать, как я это делаю. Тем более, что в интернете я не нашел ничего существенного о заточке такого вида инструмента. Ну, или плохо искал. Оточить, а затем и править инструмент я буду на этом станочке с водным камнем буржуйского произведения. Рекламировать его не буду, а вы и сами догадались, как его зовут. Доливаю в бачок водичку. Кстати, вода камень жрет не меньше, чем электричество сам станок. И чтобы камень напился досад, нужно не меньше полутора литров. Мне в новогоднюю ночь хватило и литра. И жадность камня поражает количеством употребления. И хорошо, что это не алкоголь, а вода. Хотя, когда-то смотрел видео с одним блогером, он в бачок заливает дистиллированную воду. У меня же обычная, родная, из-под водопроводного крана. В общем, когда камень принял водные процедуры и жизнь гостя осталась на нужном уровне, приступил к правке косяка. И тут я увидел косяк. Косяк был на камне, в виде вогнутости. В общем, середина рабочей плоскости камня просела, но это дело поправимое. И тут я вспомнил о пасте, которую забыл нанести на кожаный круг. О пасте нужно время на просыхание. В общем, пока буду вправить водный камень, она и подсохнет. Когда приобретал этот станок, в комплекте с ним шло много примочек. Одна из них приблуда с алмазным наконечником. И скобка держатель, который не дает утопить наконечник камень. Можно сказать, это не скобка ограничителя. А без этого ограничителя приблуда с алмазным наконечником бесполезна. Камень ей не выровнять. Времени на это много не надо. И после недолгих настроек и небольших манипуляций приблуда готова к работе. Ограничитель, по всей видимости, рассчитан на более широкий камень. И тут приходится с большой осторожностью снимать алмазом слои по углам камня, чтобы не сделать скол. И вот после обработки, а точнее выравнивания камня этой приспособлой, на камне остаются вот такие риски, от которых надо избавиться. И для этого производитель мне впарил еще один камень, точнее абразивный брусок. Как говорится, клин клином вышибают. Камень двусторонний с грубым и мягким абразивом. Я прошелся обеими сторонами, но сперва грубой стороной снял риски, а мягко шлифанул. В общем, камень готов к работе, остается поменять воду. После такой обработки грязи остается на дне бачка немерено. Ну что ж, продолжил заточку ножа косяка. И далее, как говорится, по списку. А список оказался длинный. Вторая по списку оказалась усиленная радиусная стамеска. Пользуясь я и не не так часто, но для снятия больших объемов очень нужный инструмент. Металл на такого рода стамесах довольно тонкий. И при переточке главное не перестараться и не сбить угол наклона. Вообще, заточка это вряд ли можно назвать. Скорее, это доводка. Но так как на стамеске был небольшой скол, назову этот процесс переточкой. Точу до тех пор, пока на обратной стороне не выступит заусинец. И этот заусинец должен выступить по всей плоскости стамески. Его можно ощупать пальцем. Субтитры сделал DimaTorzok Дальше по списку у меня односторонние ножи. Их доводить лучше на немного поработавшем камнях. Дело в том, что слегка засаленный камень дает меньше риса. Ну а так как у меня выбора нет, не ждать же пока камень засалится. Придется немного дольше доводить пастой на кожаном круге. Маркером подкрашиваю острию ножа для того, чтобы контролировать опработку инструмента. Продолжение следует... Продолжение следует... Со временем, после части доводки пастой на коже, рабочая плоскость как ножей, так и стамесок слегка деформируется. И плоскость становится неровной, особенно и острие ножей. Поэтому доводка на камне такого инструмента просто необходима. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Дальше обработка пошла на шлифкруге Шлифуем ножи с двух сторон Придерживаясь угла наклона и проверяя после обработки срез Срез должен быть чистым, без проплешин Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»